Аминь. Так, плохой тряпкой вытерите после дождя здесь. Вот вчера мы проходили небольшой урок. Кто изобрел мобильный телефон? Мартин Купер. Даже здравствуй, многие не знают, а телефонами все пользуются. Самый распространенный прибор, каким сегодня люди пользуются. Второе. Кто изобрел интернет? Тимпер. Правильно. Дим Бернас Ли. Дальше. Кто президент России? Дмитрий Медведев. Правильно. Медведев Дмитрий Анатольевич. Кто премьер-министр России? Владимир Владимирович Путин. Путин Владимир Владимирович. Правильно. Кто губернатор Алтайского края? Александр Карлин. Карлин Александр Богданович. Это основное, что нам необходимо знать, как насельникам этого лагеря Стана. Какой у нас главный лозунг? Россия должна встать. А ну-ка, руки поднимите. Россия должна встать. Дальше. Россия – это мы! Вот так. Уроки патриотизма. Не надо ничего выдумывать. Надо реально подходить к жизни. Это новое поколение. С трудом поднимается. Но опускать руки не нужно. Да, нас мало. Но мы знаем, что Христос начинал всего с 12 апостолов. У нас какого-то 12 наберется, значит, мы сдвинем что-то с места. Нынче год необычный. Мы много молились о том, чтобы Господь нас сохранил. Рот закрывай, когда позеваешь. Мы молились и не знали, будет ли детский лагерь. Потому что ювенальная юстиция уже свирепствует по стране, даже без принятия ее законом. А так как у нас в лагере есть официально признанное нами физическое наказание, это бежать за платочком, это все физическое наказание. Забыл одежду, надо вокруг лагеря бежать. Если сквернословить человек, у меня крапива для него есть. И поэтому просили Бога сделать так, как ему угодно. И Господь сделал так впервые. Хотя десятки тысяч объявлений были. Наша газета Алтайская, правда, свободный курс, вечерний обороны печатали. Ни одного ребенка ниоткуда не поступило в первые дни. И только потом стали подвозить Красноярский край, Тюменская область. Приезжают, уезжают. Так что нас нынче мало, но это так, что мы просили у Бога. Я просил стереть.